Растет число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Еще более 30 жильцов разрушенных квартир числятся пропавшими без вести. В МЧС говорят, что работы по разбору завалов могут затянуться на несколько дней, несмотря на то, что в операции участвуют сотни спасателей. Ситуация осложняется угрозой дальнейшего обрушения конструкции аварийного дома. Из-за этого поначалу опасались использовать тяжелую технику. Главным событием вторника стало спасение 11-месячного мальчика, который провел под завалами 35 часов и выжил, несмотря на морозную ночь, когда температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с обморожениями, переломами, переохлаждением и сотрясением мозга. Как рассказали в МЧС, его мать выжила и приехала к нему в больницу. Для помощи младенцу из Москвы направили спецрейс с бригадой детских реаниматологов. Подъезд 10-этажного жилого дома в Магнитогорске обрушился около 6 утра в понедельник. Согласно основной версии МЧС и Следственного комитета, произошел взрыв бытового газа. 2 января объявлено в Шлябинской области днем траура в памяти погибших.